ну что друзья всем привет сегодня сегодня первое мая представляете и у нас теплый день показывает телефон 11 градусов плюс 1 но может быть до 13 может ли кого-то это не тепло но в сравнении как у нас было плюс 4 вчера ледяной ветер сегодня просто хорошо сейчас у нас план такой мы решили да пройтись по городу заодно взять вас с собой показать посмотреть и вам показать что у нас открыто вообще как дела в городе если вообще народ врачный день я помню например 1 мая в детстве ходил с отцом на праздник на эти демонстрации на парад было кстати классно прямо ждал этого хотел нет было как-то весело это ты ждал этого праздника шли дождь никакой политики не было мы просто шли радовались везде играла музыка к талючей шагами цветами до после этого приходили садились за стол то есть как-то чувствовался праздник и было плевать им там коммунизм не коммунизм никакой политики просто было здорово и весело может быть добыли ребенком но сейчас пойдем то есть я тоже ассоциировался этот праздник демонстрации ждали и 9 мая так замерзли были крючком такое счастье было так топталась но такая счастливая была почему-то запомню меня ругали что руки в карман руки в карман почему-то не взяла парижки парижки хорошо поедем в город покажем вам что у нас там и так пройдем кстати по старому посредневековому таллину немножко пройдем по другим улицам чем выходили покажем вам за одно сильно про историю рассказывать не буду кого я буду говорить это название просто кого интересует могут в гугле посмотреть а так просто пройдем до истории чистой истории да мало что знаю просто пройдем по улицам посмотрим как и что-то вперед ретро машины какие у нас тут едут на праздничный вариант автобус такой край красный хиппи это даже не моя молодость и здесь смотрите какие жуки едут мы попали прямо на парад авто красненькая красивая красивая как типа джип номер 001 да вот этот прикольно переделанный смотрите какой это люди фанаты любители дню битлов а вот впереди шестерка это у нас 32 года назад была такая машина точно такая же что когда голубого цвета да вот этот вообще круто у него двигатель там корона сверху пиво корона да да здорово смотрите попали первого даже номер volkswagen 9 вот мы вышли идем в старый город зайдем со стороны морских ворот да красивый вид вот это башня толстая маргарита это ворота таллинские морские церковь оливисты самая высокая на 14 веке было но она и сейчас не низкая такая церковь святого олафа так называем вот это морские ворота они были построен 1265 году по приказу датской королевы по моему до для защиты талина с моря были две одинаковые башни но в 1500 там каком-то двадцать девятом что ли году одна башня была снесена ее на месте был построена вот эта толстенная толстенная башня которая сейчас народе называется толстая маргарита пристроилась маргарита красиво красиво я скажу это улица пик она пойдет туда до радужной площади средневекового города до улица пик пик переводится как длинная длинная улица заходим ворота такие башни сайте камень какой да ира прикасается к вечности до улица пустая вот два человека идут нам навстречу а так вы идут показать на улице нет никого и вот с этой стороны сейчас кстати здесь морской музей до находится музей море он закрыт сейчас здесь все очень красиво все отреставрировано все эти дома так красиво сделаны отреставрированные эти вот средневековье как было здорово здесь ходить гостиницы все закрыто улица пик пойдет туда мы свернем вот сюда на улицу толли здесь вот такой но ты ли она сейчас закрыта конечно но можно вот интересно туристам прийти одеться в такие средневековые костюмы и сделать фотографии на привод семейную очень интересно или вот такую вот здесь городские стены которыми был обнесен старый город и башни очень здорово вид такой видите как красиво русская улочка здесь находится церковь святого олафа посмотрите какая она высокая первые упоминания точно неизвестно когда построена первые упоминания они были в 1267 году 13 веке 123 кума 7 метра высота этой церкви и и и Продолжение следует... Мы продолжаем движение по улице Лай Представляете, для 1267 года это, конечно, колоссальная высота и было видно со всех сторон и даже издалека из моря Улицы пустынные, вообще никого Представляете, летом здесь очень много народу Особенно, когда круизные корабли в порту стоят Тут просто не пройти народ Плюс везде маленькие кафешки, везде на трутарах даже сидят Пьют пиво Мне очень нравится, что красиво, видите, старые дома Все средневековые Они все красиво очень отреставрированы Поэтому такой вид получается шикарный Есть вот очень красивые здания А вот здесь музей природы находился Я помню, в детстве ходил несколько раз туда Мне так нравилось, там разные чучела животных есть сделано И вообще просто был в восторге от этого музея Несколько раз ходил Да, вон там крюк такой для поднятия грузов Можно, наверное, кому-нибудь вздернуть было А там вперед, по-моему, это нигулистая церковь Вот такие пустые средневековые улочки Никого народу, обалдеть Такое, конечно, редко увидишь Стороны, смотрите, отходят такие вот улочки прикольные Здесь впереди городской театр Находят здание городского театра Я думаю, здесь сделаны сцены для каких-нибудь выступлений Ну, красиво, здорово Блин, какая классная улочка Это здание городского театра Здесь размещается Такие у нас средневековые улочки Да, вот улочки Представьте, и ни одного человека вообще Обалдеть Круто, да, Ира? Мы с тобой как туристы, блин Слушай, много зданий, которые вообще... Никогда не были Они их реставрируют потихоньку Вот здесь вот Ну, нет, реставрируют Что-то видно отсюда убрали Проход какой-то раз... Да, реставрируют Все эти стены какие-то старые Мы сами-то здесь особо не гуляли Потому что как бы времени нету Сами мы тут не местные Да, бежишь-бежишь куда-то Как белка в колесе И тут, наконец, бах, по тормозам Бежать никуда не надо Некуда Все остановилось Жизнь остановилась Народу нету никого Вот мы и изучаем Да, вот здесь продается Можно купить квартиру Или здесь не нравится Ну, в смысле жить так красиво Подворотни Дома с запахом плесени Я, наверное, не ценитель Особенно старинный Ну, я люблю модерн стиль Я люблю многое Ну, если оно сделано Внутри красиво Ну, может быть Ну, вот и не мое Да, продается Вот здесь вот городская стена Отреставрирует Там, вот видите, тоже дом Будут реставрировать Закрытым полиэтиленом Молодцы, что все делают Это, конечно, классно Очень красиво Когда так все Игры народу Никого Два человека На встречу Обалдеть Здесь верх этой стены Видите, как Помните в фильме Иван Васильевич меняет профессию Я в детстве все время думал Что это здесь снимали Но напоминает Там Носились они Да, когда они по крыше там бегали Глазные фильмы Зачетные И вот красивые ворота в стене Выходим сейчас Пустынные улицы старого города Прикольно Понимаете, это железнодорожный вокзал В детстве, когда сюда шли Все такое настроение было Уезжали в деревню Отсюда Прям сюда вот выходишь А здесь стояли поезда Их было много Так прямо сейчас детские воспоминания Здорово как бы здесь А сейчас ничего тут нету Один поезд Это электрички местные Играют Красиво Как прикольно Мальчик стоит Ждет девочку На свидание С розочками С желтыми Весна Чудеса Вот это вот Наверху Это Вышгород То есть Или Томпия По-эстонски Ну такой Наси Холм Короче Где в средневековье Был верхний город Жили там Скажем так Он был дворянско-феодальным Как написано То есть Люди Жившие там В средние века Ничем не занимались Ни торговлей Ничем Короче Люди с деньгами Просто жили И чем ниже Силились Тем проще народ Уже были торговцы И всякие Всякие крестьяне В общем-то По большому счету Ничего не изменилось Все так и остается Как и было А здесь внизу Вот я вам показывал Это пруд Парка Шнелли Тут на велике Да Я мимо этих стен Проезжал на велосипеде В прошлом видео Такие лестницы сделаны Видите Наверх Сейчас мы поднимемся туда Сейчас наверху Разные правительственные здания Находятся Ну вид оттуда Красивый Открывается Вот видите Вот так вот Идти по ступенькам Подняться Ира говорит Фитнес у нее Сейчас будет Вот такие стены Красиво Мы короче Продолжаем Свой подъем По лестнице Паткуля Так называется Этой лестнице И вот это вот Дом красивый Это дом Стенбека Ну правительственный дом Реставрированный Идем дальше В 1684 году Здесь на Выжгороде Был грандиознейший пожар Сгорело вообще Все Ничего не осталось Просто все Было в пепле Но потом это все Было встроено Заново Вот видите Уже до половины Поднялись Уже открывается Шикарный вид Ира Занимающаяся фитнесом Вот по таким вот Вдоль стены Поднимаемся Я помню В детстве сюда Когда ходили Мне так нравилось С родителями ходили Прям был в восторге Для меня это было Где-то Ну не знаю Край света какой-то Далеко-далеко Мы тогда жили В районе Мустамяя Это где-то 15-20 километров От центра 15 наверное даже Видите уже Какой красивый вид Открывается Как ты скажешь про вид Перед их Небольшой Пауза В фитнесе Пауза в фитнесе Да, красиво Вот эти вот Оранжевые крыши Очень смотрятся Классно, здорово В детстве казалось Все это намного больше Выше Грандиозней Не знаю То ли сам стал выше То ли оно опустилось Ну вот мы вышли на первую площадку Народу посмотрите Практически нет Ну по пальцам пересчитать Обычно здесь летом Народу столько Что просто Не подойти Например Не сфотографироваться На фоне Потому что все забито Народом Особенно если Крузные корабли В порту ставят То здесь Вообще все В народе Давайте подходим Очень красиво Что поменяли Все Черепицу На оранжевую Поэтому так здорово Смотрится Красиво Да, даже сегодня Работа Все отреставрировано Да Красиво Очень Вот порт Находится И там наш Финский залив Пойдемте на другую площадку Пойдем Да, сегодня очень тепло Прям здорово Телефон показывает 13 градусов Ну такой нежный ветер И вот кстати Ветер Все время дул с моря Северо-запад Сейчас сменился Дует откуда-то суши С юга И сразу он такой приятный То есть его не замечаешь Он не такой ледяной Как всегда Проходим такие вот Ворота И здесь Такие древние улочки И пойдем Вот по такой узенькой Маленькой улочке Все как красиво И тоже никого Обычно Здесь такие толпы ходят Туристов Вот с кораблей Особенно Все сувенирные магазины Здесь все закрыто Нет смысла Их вообще открывать Вот видите Здесь жилые квартиры То есть Вот такой старый дворик В этих старых домах Почтовые ящики Живут Ну вот там Смотрю машина стоит С посольскими номерами Вот такой дворик Да Очень Здорово Не знаю Хотел бы я здесь жить Или нет Такие дворики Выходим на вторую площадку Здесь более на современный Италий вид Смотрите Здесь все-таки народу побольше А вот здесь вот кафе Вот эта площадка Сюда раньше Например Прошлым летом прийти Она вся Вся забита Сплошь Тут места нет Все иностранцы Пьют пиво Шумят И тоже проблема Подойти Сфотографироваться Всегда много народу Сейчас Сейчас остались Одни чайки У них есть По пальцам Пересчитать Можно Этот он Выпрашивает Еду Смотрите Как здорово Вид Открылся Тут и старая часть И уже новая часть Таксити Так называемая И вот эта вот церковь Нигулистая По-моему Это называется В советское время Я помню Она горела И вот этот шпиль Вот видите Белый Где вот шпиль Он упал Это был вообще Восторг Он просто вот Рухнул Упал От того что Сгорело Сгорело Да И выходим Мы вот сюда На площадь Это Домский собор Это был самый главный Собор Выжгорода Да Красиво было Часы там Такие С золотыми цифрами Красиво Что-то реставрировали Сделали Еще одна площадка Да Давайте пойдем Еще к краю Посмотрим Вид Отсюда Ну вот такой вид Открывается Есть Парк Шнелли Железнодорожный вокзал И залив Да В стадион О, я смотрю Там тучи идут К вечеру Погода испортится Ну, все как обещают Удивительно Сейчас стали Так прогноз правильно давать Прям все Сходится И отсюда вид тоже Вот на Домский собор Красиво Погода портится Погода портится Начался какой-то ветер Но он не холодный Хорошо Оттуда вот Видно было Когда с площадки снимали Оттуда идет Такая прям Черная Темная туча Ну, все правильно Написано Что к пяти Где-то все Солнце уйдет И будет опять Наша погода Сейчас мы идем Выйдем на площадь Такую К собору Александра Невского Вот Мы выходим на такую площадь Вот При Екатерине В направлении Екатерины Второй Здесь Это был Дворец Генерал-губернатора Вот А сейчас Сейчас здесь находится Парламент Эстонии Риги Когу Так называемо А по приказу Екатерины Второй Напротив Прямо дворца Генерал-губернатора Был построен Огромный По тем временам Храм Александра Невского Да, красивый дворец Сейчас это Парламент И прямо напротив Парламента Вот Собор Александра Невского Красивый довольно-таки Там вот Видно Эти крепостные стены Но сейчас За парламентом Мы увидим Это Башню Длинный Герман Короче, это была Как я говорил Уже крепость В 1900 году По приказу Екатерины Второй Эту крепость Переделали Переделали Вот именно В этот Генерал-губернаторский дворец Красиво И народу Никого Повторюсь Вообще Просто Ну поражает Просто Вы знаете Здесь всегда Обычно Столько народу Столько туристов Автобус за автобусом Там вниз подъезжает И сюда прям Целые группы Толпы Заходят Сейчас подойдем К башне Длинный Герман На которой Как я говорил Наш государственный флаг Какой-то сюда Красивый ракурс Вот это Башня Длинный Германа Который Вот флаг Флаг Это один из символов Эстонии Высота 95 метров Это Около 1371 года Была первая часть построена Этой башни Вот такой вид Открывается Здесь за ветками Его не видно Этот вот Длинный Герман И крепостные стены Туда вот Мы снизу их видели Вид такой Да Красивый Вот отсюда Хорошо его видно Длинный Герман Такой красивый вид Открывается Здесь вот здорово Вот эта башня Называется Кекин де Кёк Если с какого-то Нижнеемецкого языка Переводится Загляни в кухню Это пушечная башня Стены 4 метра Там Очень мощная Отразила много чего И вот стены идут Видите как здорово И вон торчит Это церковь Нигулиста То есть церковь Святого Николая Была основана В 13 веке Голландскими купцами И названа В честь Николая Покровителя всех мореходов Пойдем сюда вниз Посмотрим И очень красиво Вот эти стены Там вот кафе работает Ну Работала Да С горячим вино Когда можно было Да Ира любит Горячее вино Горячее вино Там наливали Я бы сейчас С удовольствием Уже согрела душу Как-то повезло С погодой А сейчас уже наладилось Опять прохладится Тани Кунинга Этот Сад Датского короля И вот мы видим Церковь Нигулиста То есть церковь Святого Николая Здорово В 13 веке Построен Знаете Ночью красиво Туда свечку Поставить Наверное Будет Здорово И вот Там было кафе Это Нейтси Торн Стены Красиво здесь Вообще Таллин Офигенно Красивый город Он мне очень нравится Но Зимой он не так Тоже красив Но не так Как вот летом Летом Сюда приехать То есть просто сказка Когда все зелень Парки Зеленые Вот этот старый город А еще у нас есть Парк Кадриорг Здесь музей И кафе Такая пушка стоит Кольна И вниз мы спускаемся Вот такой Ульской улочки И выходим вниз Пойдем туда К радушной площади Посмотрим Сколько там народу Пустые улицы Туда И вид на Церковь Нигулисты Церковь Святого Николая А мы спустились Вот оттуда Первое мае Вроде праздник Всегда было столько народу В городе А сейчас никого Представляете Такое чувство Что все уехали На Канары Отдыхать Все сразу И в городе Никого не осталось Ира говорит А мы как будто бы Все проспались Мы проснулись Все уехали А мы и не знали Мы вчера новости Типа не смотрели Что кажется Всех отправили Отдыхать Я спать люблю Да Смотрите Кафешки поставлены Уже эти вот Ну вынесены И никого И вот мы выходим На Ратушную площадь Ну смотрите Один, два, три Человека сидят За столиками Открыто кафешка Да Ну кто-то Вон смотрите Да Вижу Даже за столиками Сидят Так что Нормально Но я так понимаю Это только местные Потому что сейчас Туризма Никакого Кафешки Открыты На все Миню Минус 30 Процентов Прикольно Ну не совсем Пусто Я вам скажу Все-таки Кто-то сидит Ну Ну да Это ни о чем Именно Обычно Здесь все Забито Ни одного Нет свободного Места И сама Площадь Забита Людьми А вот Тройка Русский Ресторан Тоже От них Там Площадочка Она Я скажу Забита Нормально Там Много Народу Сидит Это Ратушная Площадь Посмотрите Рядом Кафе Пустое И Тройка Ресторан Русский Там Блин Почти все Столики Заняты Я так Понимаю Что Первом Май Отмечают Тройки Вторая Ратуша Уходим С Ратушной Площади И Сразу Тишина На Ратушной Все Таки Народ Какой-то Был Так Много Сразу Хорошая Сюда Заходишь Опять Сразу Тишина Я Люблю Движения Чтобы Был Народ Дети Хохот Собачки Жизнь Жизнь Кипела Вышли на улицу Вены Сан-Питер Сан-Пауль Кафедральный Собор Красиво Вообще Красиво Тоже Стены И Вот Это Русская Церковь Вот Такие Пустынные Улочки Красивые Да Никого Вообще Одни Соблезубые Крысы Ира Говорит Что В этих Старых Домах Крысы Хоть Отреставрированы А крысы Больше Котов Котов Они Съели Ира Ну Такая У нас Получилась Первомайская Прогулка По нашему Старому Городу Я даже Проголодалась Ну да Ну Не знаю Всего не охватишь За раз Мы показали Маленький Только кусочек Вот эти Хотели Просто показать Вот эти Маленькие Улочки Приятные И сейчас Когда людей Нету Очень здорово Можно все Снять Потому что С людьми Конечно Тяжело Очень Очень много Забиты Все улицы Ну Как получилось Так получилось Смотрите А мне нравится Когда больше живенько Не ну Да Просто Если снимать Фотографировать Я говорю Если вам понравилось То поставьте лайк Подпишитесь На канал Вам это ничего Не стоит А нам приятно Всех с праздником Всех с праздником Первого мая Всем всего доброго Здоровья Майя Мира Любви Весны И труда